Добрый день, дорогие мои! Мы гуляем, пока еще не стемнело и такой свежий хороший воздух, потому что деревья, они ведь все равно, несмотря на то, что мороз, несмотря на то, что еще метели бывают, они все равно уже оживают и начинают выделять фиотонциды. Все, они же не на мороз реагируют, а на солнышко. Какая интенсивность солнечного свечения. И если вы понаблюдаете или подойдете к ним, то увидите, что начинают уже оживать и почечки, начинают оживать кора. Ну а хвойники, в которых мы ходим, они вообще уже начали естественное движение, поскольку они первые оживают. У нас в природе. И я вас еще раз напоминаю, что вот вы спрашиваете, какие витамины вам пить. А витамины на самом деле, если вы живете рядом с лесом, если вы живете рядом с парком, они уже сейчас будут все в воздухе. Причем весной витамины оживляющие. Оживляющие. То есть растения начинают выделять фиотонциды, начинают выделять атмовитамины, их так еще называют. И другие вещества, которые возбуждают окружающие деревья на то, чтобы начать расцветать. Сначала цветочками, потом опыляться, осеменяться и все остальное. Для этого оживают букашки, таракашки и всякая другая живность, которая на самом деле играет огромную роль. Я так долго иду к одной теме, которую хотел вам сейчас осветить. И давайте я прямо перейду на нее, да и все. Это тема весеннего, давайте, сдвига крыши, так по-мягкому назовем. Потому что все знают, что у тех, у кого что-то не так с психикой, имеют весеннее и осеннее проявления неадекноватного мышления. И ученые разные называют причины этого такого сдвига в поведении. Но, в общем-то, основная эта причина, к которой все, в конце концов, ссылаются, это гормональные изменения. Гормональные. Точно так же, как вот эти растения чувствуют солнышко, чувствуют возрождение природы, у человека такое же ощущение через его рецепторы, через его все состояния. И у него начинается подъем в определенной степени. Гормональный, физический подъем. И у тех, у кого не все, как говорится, гармонично в голове, гормона начинает играть в определенную сторону. В общем-то, если вы внимательно посмотрите, или поизучаете, а я все-таки еще профессиональный психолог, направление вот этой, движение, этого сдвига человеческого, то он агрессивный. Он агрессивный. И если перевести на вот тот предназначение, которое он имеет в природе, то есть освоение... Ну, давайте скажу пока по животному, самцу, нужна самка, самке-самец. Вот. У нас этот цикл тоже вот этот, где-то там внутри включается. Ну, а у нас мужские и женщины, и женские. И здесь я вам скажу так. На самом деле все не совсем однозначно. Поскольку вот этот цикл годовых таких возбуждений, он на самом деле еще и должен сочетаться с циклом жизненного вот такого, значит, тоже возбуждения и спадения этого возбуждения, который очень интересно выглядит. Давайте я вот вам дам график, который ученые нарисовали, того, как агрессивно себя ведут мужчины и женщины в течение жизни. Вот он, этот график. И посмотрите, вот синяя лента – это мужчины. И, как мы здесь видим, в молодости мужчины агрессивнее, чем женщины. Женщины в это время еще готовятся к рождению детей, еще хотят семью, еще ведут себя привлекательно, поэтому не агрессивны. И теперь дальше видим мы, как по возрасту мужчины после 30 немножечко с лишним лет начинают спускаться вниз в своей агрессии. То есть они уже, можно так сказать, нахватались, наелись. Их агрессивность уже не имеет никакого особого значения. А вот женщины начинают подниматься. Вот график, видите, он пересекается в районе 45-46 лет. То есть вот в эти годы равная агрессивность появляется у мужчин и женщин. То есть не появляется, а имеется. То есть они равны по отношению друг к другу. Ну, мы знаем, что к этому годам огромное количество женщин говорит «Все мужики козлы». Ну, а мужчина к 46-ти имеет свое отношение к бабам. Так уж скажем, раз уж мы пошли на язык сленга. И что мы видим дальше по жизненной шкале? А дальше начинает агрессивность нарастать у женщин. Это часто связано с тем, что они к этому возрасту начинают оставаться одни. Мужики начинают гибнуть. Их обременяют большое количество детей. И детей надо куда-то как-то воспитать, как-то продвинуть. И вы видите на графике, что как раз к 55-ти и к 60-ти годам у мужчин агрессивность уже очень сильно падает. А у женщин, наоборот, в самом расцвете. В самом расцвете. И надо сказать, что к старости-то они не встречаются. То есть все равно агрессивность женщин немножечко больше. Но это связано с тем, что их уже больше проживающих в одиночестве. И они должны выжить и должны завоевать себе это место. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что вот если вы посмотрите на этот график и вдруг почувствуете внутри себя, что эта весна на вас действует как-то необычно, как-то вы слишком возбуждены. И у вас какое-то, значит, отношение с ближними и с окружающими немножечко агрессивное. А раньше этого не было. Раньше как-то вы хорошо весну встречали. Любили тюльпанчики, мимозочки и все остальное. Так вот я это все говорю для того, чтобы вы не сразу сваливали на то, что вы сумасшедшие. Или сумасшедший. Чтобы вы сначала бы посмотрели вот это сочетание ваших возрастных порогов агрессивности или степени агрессивности. И тогда уже сравнивали с природными. И поэтому совершенно нормально, если вдруг у вас сейчас в 50 или там около 55 5 у женщин вдруг начнется психоз, что надо что-то завоевать, надо что-то в общем совершить и все остальное, это соответствует вашему пику вот этой агрессивности, которая на самом деле существует. Я не знаю, насколько вам это полезная информация, потому что вот все-таки иногда некоторую информацию снижает то понимание, что я вроде священник там. Почему я должен об этом говорить, почему я должен об этом рассказывать. А я вам еще раз напоминаю, что я не только священник, но и психолог. И мне хочется, чтобы вы поняли свое состояние не из каких-то вот мистических значений, что бесу на меня весной напали, там блудный бес там на меня напал, или еще какой-то, но и конкретно просто физиологических, тех причин, которые нам как закон Божий даны. Они ведь Господом нам установлены, что вот так ты должен проживать в течение года, в течение жизни, в течение дня. То есть вот различные есть циклы этого проживания. Ну и не беспокоились, не беспокоились, а думали, как это все направить в правильное русло. Самое опасное в это время это посчитать, что вы действительно сходите с ума и начать пить какие-то психотропные лекарства, успокоительные какие-то там и все такое. Ну что это я в 50 лет и вдруг у меня какие-то тут вот наезжают на меня такие состояния. Естественные состояния. Поэтому не надо их давить таблетками, тем более спиртным или наркотиками. Надеюсь, что наркоманов в нашем приюте нет. Так что желаю вам еще раз здоровья, радостной весны и даже если у вас такие всплески фитонцидов, то не бойтесь, спокойно к этому относитесь и постарайтесь это использовать в правильном русло. в правильном направлении на благо других, на благо самого себя. Здоровья вам всем, радости, аминь. радостной м вам радостной м Продолжение следует...